Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн и это игра Терротэч. Попробуем играть и развиваться. За кадром я немножко промодернизировал свою базу и добавил кое-что. Определённые блоки, ну как видите, да, то есть расширил немножко складскую часть. И давайте продолжим крафтом заниматься, потому что крафтить нам есть что. Во-первых, нам нужна фабрика, так как до этого фабрика у меня не было. Хотя, ребят, в принципе, в принципе, если я сейчас возьму задание, а давайте вот так вот и попробуем сделать. Давайте попробуем взять задание в магазине, да, на торговой площадке. И, возможно, тогда вот как раз таки у меня и получится получить фабрику. Потому что крафтить фабрику, ну, честно, дело такое прям вообще неблагодарное. Давайте съездим в ближайший магазин, хотя, блин, что-то он как-то далеко... Да нет, в принципе, нормально. Не скажу, что далеко неудобно он находится, вот что. Знаете, какое-то нужно летающее какое-то устройство. То ли вертолёт, то ли ховер какой-то, чтобы так быстренько до магазина долетать и обратно. Ну, что-то типа такого. Так, давайте возьмём задание и... Волна хулиганов. Нет, здесь ничего такого нет у нас. Странно, я вот, честно говоря, не помню. Но вроде бы должно... Или на пятом уровне. Наверное, на пятом уровне дастся задание, где мы будем уже... Так, добыть плюм-бум. Это не то. Вот, волна хулиганов. Вроде бы на следующий... На пятом уровне ГСО дастся задание, где мы будем как раз-таки с фабрикой возиться. Но давайте попытаемся выполнить пару заданий. Посмотрим, может быть я... Оу, нормально. Может быть я успею прокачаться за сегодня. Давайте попробуем. Подъезжаю к точке, и эта точка... Вроде бы... Да, help me. То есть надо защитить вот этого вот малыша от врагов, которые на меня сейчас будут как раз-таки нападать. Давайте мы сразу, наверное, поставим вот так вот и... Вот так... Ох ты ж... А че-то я его как-то резко уничтожил. Прям моментально практически. Куда ты едешь? Кыш отсюда. Конечно, залп вот этих... Буры, давайте, работайте, работайте, работайте. Уничтожайте, уничтожайте. Ну же! Не дайте ему объехать! Ну ладно, мы подзаряжаемся. На самом деле это очень даже... Ух ты, тут даже хавки и корица есть. Вот это круто. Давайте вот так вот развернемся, и сейчас мы просто уничтожим его. Отлично. Отлично. Главное закрыть нашу... Прикинь... Смотрите, что он делает. Он бурит мою... Солнечную батарею. Серьезно, смотрите, он прям... Такой изо всех сил ее пытается уничтожить. Ладно. Пускай уничтожает. Что я могу с этим поделать, да? Как говорится, хочется ему уничтожить. Вау. Прикольный транспорт. Реально прикольный. Но бессмысленный... Но бессмысленный... Господи. Просто до безумия. Так, есть. Еще один остался. Опять хавки. Коалиция. Блин, шикарно на самом деле. Блоков прям... Невероятное количество удается. Как видите, даже хавки. Mission complete. Ну, давай, сундучок, открывайся. И здесь... Что нам удается? Нам удается вот это вот. Мяч, что ли, какой-то. Нам удается зеленый блок. Что очень даже прикольно. Ну, и все, в принципе. Давайте его уже разберем. Потому что, ну, серьезно. Использовать это устройство я точно не буду. И, конечно же, у меня есть уже большие... Большие... Геокорп с батареей, да? И, в принципе, по-хорошему-то ими нужно уже пользоваться. Но... Для этого нужно полностью перестраивать свое устройство. Что прям целую серию на это нужно потратить будет. Поэтому я, наверное, в следующей серии этим займусь. Так что, ребят, пишите в комментариях, что нужно. Базу строить или все-таки устройство построить. То есть, ну, как-то вот так вот. Пишите, разберемся. Экстренное включение. Посмотрите. Вот на этот значок и на этот значок. Похоже, отличаться стали. То есть, это, по-моему, Вентуровский. А, нет. А, да, Вентура. Да, вон, видите, колеса Вентуровские. Хотя вот здесь тоже Вентуровская машинка. А, наверное, какая кабина стоит. То есть, Вентуровская или Геокорпс. От этого меняется значок, который мы можем встретить. Похоже на это, на то. Ну-ка. Бам! Ну, все, наверное... Мне вот даже интересно. А что, почему он... Почему он в меня не стреляет совершенно? Мне хочется проверить вот этот вот. Ну, я не проверил, потому что просто не увидел, что я взорвал. Задание забрать ящик. Но, я думаю, тут не все так просто, как хотелось бы. Да, я же сказал, что этот ящичек с сюрпризом. Точнее, это ловушка, собственно. Но, ловушка очень приятная. Здесь малыши. Малыши, которые, ну, в принципе, мне не страшны. Единственное, что вот... Надо как-то их так объехать, да? Как-то их так... Взорвать таким образом, чтобы... Ну, давай уже. Умирай. Еще враги, наверное, сейчас будут. Нет? Нет, да? Нет, нет, что? Нет, оказывается, нет. Отлично. Вентурские блоки, это хорошо. Самое главное, что это новые блоки, наверное, некоторые будут. Нет? Все те же. В итоге я вернулся на базу. И давайте все-таки тогда попытаемся. Попытаемся скрафтить фабрику. Так, и... Сейчас, ребятки, а может быть, оно у меня все-таки есть? Я, может быть, что-то пропустил? Ну, нет, фабрики нет. Нет, точно. В принципе, на самом деле, ресурсы-то не очень дорогие, кстати. И... Стоп. У меня все для... Надо было сразу посмотреть, я что-то тупанул. У меня, оказывается, все для этого есть. Для того, чтобы фабрику, собственно, запустить. Так, мы сейчас здесь вот так вот, давайте вот так вот переставляем немножечко. Здесь мы вот ставим вот не так, а вот... Вот. Вот. Ну же, ну же. Ну ты серьезно, что ли? Нет, не так. Вот. Вот так вот. Давайте здесь вот так вот. То есть, отлично. Ну, понятно, да? То есть, единственная проблемка будет здесь, что нужно будет к нему еще ставить вот такие вот штуковины. Так, здесь мы должны немножко отвести в сторону. Так, давайте вот сюда вот так вот перенесем. Вот так вот. И вот сюда вот в стороночку отведем, потому что здесь, как видите, крафт уже, ну, вот здесь вот должен быть. Здесь, в принципе, можно вот так поставить. Да и, кстати, вот здесь вот тоже можно вот так вот поставить. Отлично. В чем фишка? Смотрите. Теперь мне нужны вот эти сложные, да, блоки. К примеру, давайте попытаемся скрафтить. Как видите пошел запрос Но пошел запрос на вот эти части Плюмбитовый слиток Мне нужен И плюмбиническая Что-то плита То есть плюмбом Смотрим Вот же плюмбом В чем проблема Плюмбиническая плита Плюмбом есть люксовый кристалл есть что нет понятно понял 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 сейчас вроде бы я немножко догадался знаете в чем проблема проблема в том что мне теперь нужно вот эту фабрику еще поставить несколько раз вот так вот и вот так вот и все равно не хватает а тогда у меня вопрос давайте cancel допустим допустим здесь запрос такой есть готова это значит он может сделать значит знаете чем не нужно на чем не еще нужно одна фабрика вот так вот давайте еще одну фабрику сделаем окей без проблем вообще еще одну фабрику сейчас запилим так здесь как видите производство пошло по кругу не знаю почему честно не знаю почему но вот как бы эта часть готова так окей дальше 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 допустим я хочу скрафтить это мне нужно сплав плюмбиния сплав плюмбиния здесь сплав плюмбиния это уже нужно следующее вот стоп а тогда как нее прочный титан есть еще одна фабрика готова то есть получается что без вот этого я не то собрался крафтить вот продвинутый сначала блок компонентов нужно сделать для этого нужно едкий электрод сделать едкий электрод вот он чинг эти компоненты у меня есть так значит потом сенсорный при передатчик давайте его вот он так и вот здесь вот этого кристалла по-моему да вот этого кристалла нет и вот этого зеленого эрудиновый кристалл и селестиевый кристалл в принципе что мы можем сразу сделать мы можем найти где он точнее где мы его можем так селестии где мы можем его получить так что давайте сейчас поищу и продолжим я поехал на поиски в руды вообще да то есть зеленые синие ты но вот встретил вот 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 это вот это по-другому я никак не могу это назвать потому что он типа должен что он должен ресурсы добывать а почему не кстати взрываются вот странная система стала то есть они теперь взрываются все блоки ну давай вот в кабину вот все кабина сейчас должна взорваться и блоки все вы видели половина блоков просто повзрывалась почему непонятно кое-как серьезно кое-как нашел руды вот зеленого это камня ну ладно хоть два источника сейчас я их полностью выкачаю и получу себе дополнительные ресурсы так шахты вроде бы так почти выработали все но одна точно уже выработалась тогда давайте в черную дыру сложим и соберем ресурсы и у меня появилась очень интересная мысль она плюс как бы и будет полезной и плюс к тому же будет интересный для экспериментов какая же мысль вот следующее что мне нужно найти это синий такой кристалл он находится в соляной пустыне и только в соляной пустыне его можно найти но реально по суше искать довольно таки тяжело становится и я вот что подумал так как теперь смотрите ну во первых ну ладно в общем что я подумал что можно создать грузовой самолет который будет летать находить нужные мне ресурсы собирать их и привозить то есть вся фишка только в том что его нужно сделать не очень быстрым и чтобы он еще при этом при всем и взлетал то есть не очень быстрым потому что нужно чтобы он не скидывал себя ресурсы когда летит и ну понятно чтоб мощности хватало чтоб он взлетал и сегодня наверное давайте-ка я это попробую сделать давайте попробуем сделать я уже сделал такую заготовочку да то есть сейчас посмотрим сколько турбин нужно честно не представляю хватит ли мне подъемной силы потому что давайте давайте к примеру поставим ну вот такие хотя бы да то есть такие склады самые маленькие так скажем да то есть и можно еще меньше поставить но это уж слишком будет совсем мало ладно крылья 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 ставим крылья крылышки это нам не помешает и наверное даже вот так вот потому что подъемной силы нужно будет прям таки не слабо да то есть понимаете так есть потом потом хвостовое оперение я немножко добавил добавим здесь вот так вот и ну надеюсь этого хватит честно честно скажу надеюсь этого хватит давайте еще турбин поставим потому что понятное дело зачем я здесь поставил батареи наверное понятно да то есть что просто тупо была регенерация но по-хорошему по-хорошему здесь нужно блок поставить знаете какой вот такой вот из хавки единственный мой блок я больше не могу такие сделать вот этот вот это единственный блок который сюда подходит и подходит очень хорошо но с другой стороны может быть я не прав и возможно здесь нужно не его ставить а какой-то другой пишите в комментариях если но есть на этом мнение допустим вот здесь мы его ставим так давайте зарядим его от себя же так все отлично так теперь нам нужно нужно шасси какой-нибудь шасси любой вообще но не любое нет вот кстати 6 штучек есть отлично так давайте ну по крайней мере пока что поставим вот вот так вот то есть у нас здесь уже чуть-чуть есть и допустим вот так вот великолепное шасси как раз таки для того чтобы летать то есть понятное дело и хорошо так ну в принципе давайте попытаемся взлететь сначала для начала до какого-го-го-го-го-го-го-го-го так все понятно понял я в чем проблема его слишком прям вот моментально сразу подхватывает передние части и мне нужно наверно здесь по бокам еще крылышки поставить чтобы хотя бы как-то держать его ну как бы в руку ну в ровень так я провел еще один тест небольшой и как-то он не очень удачно давайте уберем пару крыльев давайте уберем пару крыльев так во первых турбин очень много вот у меня такое ощущение что турбин очень много и давайте как также уберем парочку турбин но допустим вот прям вот так вот да то есть прям вот так вот шасси мы можем переставить сюда то есть без проблем хотя они по моему нет они вровень получается или 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 смотрите или я могу сделать вообще чтобы была подъемная тяга или я могу сделать вот так вот вот так вот то есть подъемная тяга теперь будет посмотрим теперь да он как видите взлетел но чё-то вообще не управлялся вот вот опять же я не понимаю почему он просто тупо не поднимается турбины разогнались да вот все вот он полетел но тяжеловато на самом деле управлять он теперь такое чувство что ему теперь не хватает турбин но в принципе в принципе он летает и нормально летает жалко баланса нету ух как же тяжело конечно управлять потому что турбины должны разгоняться да то есть пропеллеры пропеллеров нет турбины должны разогнаться сначала перед тем как запуститься и вот этом есть небольшой минус давайте вот эту часть перетащим вот сюда вот тем самым мы как бы развесовку мне кажется более правильную сделаем так давайте вот здесь вот опять же я чё-то накосячил опять же куда-то что-то поставил зачем-то так черную дуру давайте сюда перетащим вот так вот окей окей в чем фишка то еще я забыл одну вещь ребят этот же самолетик нам нужен еще тащить черную дыру чтобы хоть как-то компенсировать себе блоки то точнее вот компенсировать вес да так скажешь чтобы лишнего блока ни одного не было я здесь вот здесь вот так вот шасси поставил и довольно таки интересный самолетик получился выглядит прикольно ну что же теперь остается развесовку еще опять же развесовку сделать так во первых черную дыру давайте давайте черную дыру возьмем где-то вот здесь у нас магазинчик должен быть и там вроде бы должна всегда продаваться помню в одном обновлении говорили об этом 8000 кстати смотрите продвинутый блок компонентов продается 8000 нужно мне набрать сейчас попытаемся как ну что денег я насобирал насобирал денежку и давайте купим черную дыру скрафтить ее сейчас точно не смогу потому что она слишком много требует ресурс и так я очень много времени за кадром проводил чтобы крафтить и вот сейчас опять же я вижу проблемку в ней и некуда поставить но ничего мы быстренько это сейчас решим в принципе принципе вот так вот но я думаю до задней часть уже давайте попытаемся взлететь турбины разгоняются и 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 взлететь у меня не получается просто тупо не получается потому что конечно же черный дыра слишком тяжелая и вот это вот проблема проблемка так давайте перестроим немножко устройство что ж в итоге получилось у меня вот такое вот устройство все в принципе неплохо единственное что ну так симметрия если загоняться то вот здесь вот черные дыра не симметрично стоит но это из-за того что в принципе у меня нет нормальных блоков ну ладно что же здесь у нас установлена довольно таки большое количество турбин посередине постарался поставить в регенерацию у нас есть несколько батарей черные дыра и как влете переноска ресурсов попытаемся взлететь давай 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 думаю давай 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 да что же ты не взлетаешь то я же знаю ты можешь да ребятки отлично все мы поднялись в воздух Ребят, и мы летим Да, теперь Теперь же остается такой, наверное Небольшой момент, то есть нам нужно Смотрите, что сделать Так, интересно, когда я вырублю турбины Да-да-да-да-да-да-да, врубайтесь Турбины, давайте приземлимся Потому что на ходу я не смогу Конечно, установить Хотя, кто знает, кстати, нет Нет, смогу Отлично, отлично Давайте на ходу установим Сейчас куда-нибудь вот сюда Так, радар есть, готово Теперь нам нужно найти соляную пустыню И попытаться Найти там кристаллы Но соляная пустыня, честно говоря, это проблема Конечно, можно было самолет построить На реактивной тяге изначально Но я так подумал, что это слишком будет В том плане, что реактивная тяга Она, ну, нестабильна Она Во-первых, и скорость там Разная, постоянно она рывками Так сказать, двигается А плюс еще к этому Ко всему То, что Кончается быстро топливо Поэтому реактивной тяги, собственно, и нету Давайте я полетаю Попытаюсь найти соляную пустыню И у меня есть еще одна мысль Которую я бы хотел С вами поделиться О боже, ребята Это было очень долго Реально, очень долго Я искал соляную пустыню Теперь Есть, есть кристалл Вот, видите, да Вот этот кристалл Как раз таки мне и нужен Но есть небольшой нюанс Давайте сейчас На приземление пойдем Есть небольшой нюанс Сейчас вот так вот Давайте сначала Развернемся Черт, время, время, время Аааааааааа Черт, ну ладно Нормально Батареи держатся есть один небольшой нюанс этим устройством я добывать не могу но допустим если я даже какой-то бурый поставлю что в принципе можно сделать кстати давайте-ка мы хотя бы почему это я не могу? могу вот хотя бы одним буром давайте так да как видите я добыл и вот теперь я наверное отвечу на вопрос зачем мне нужны были так это что? да селистиевый зачем мне нужна была черная дыра? что это за звук? зачем мне нужна была черная дыра? смотрите я устанавливаю шахтер и начинаю добывать что-то я не понял что за звук то? все прошел начинаю добывать и чтобы шахтер забрать мне как раз таки нужна черная дыра в этом-то вся и фишка теперь получается что? нужно дождаться когда добудутся материалы также также есть такой один момент какой? что допустим вот смотрите возьмем машинку допустим ну мне нужно иногда будет добывать материалы да то есть допустим поездить то есть или какая-то неуд... здесь ладно ровная поверхность то есть я здесь приземлился и нормально могу даже сам пробурить что в принципе неправильно но смотрите убираем бур убираем бур но я могу сделать маленькое устройство ну к примеру давайте ну предположим какой-нибудь какой-нибудь ну не знаю там так давай нормально себя веди зачем ты прыгаешь-то так к примеру так вот так вот к примеру допустим самые обычные блоки которые точно всегда будут да даже вот можно и вот так вот сделать так допустим здесь ну и здесь ставим парочку маленьких буров ну или нет ладно давайте парочку больших буров вот так вот даже вот так вот все машинка которая ездит так окей окей бурит бурит все добывает добывает кстати ого-го прям этот материал это прям тоже можно добыть кстати прям серьезно ну-ка давайте попробуем мне как раз таки интересно одну вещь проверить смогу ли я вообще взлететь с этими блоками вот это очень интересно давайте еще одну поставим шахтерский бур так окей и смотрите что мы делаем сохраняем его называем допустим дрон ну там дрон там дрон один сохраняем так сейчас секундочку сейчас секундочку и разбираем помните в последнем из обновлений было добавлено то что теперь создавать создавать предметы то есть вот допустим дрона мы можем не за деньги а за просто так оп готов ну не за просто так за блоки которые у нас находятся на складе и это очень круто то есть я теперь момент того что помните грузоперевозками заниматься или допустим машинку в машинке возить не нужно теперь этим заниматься мы можем ну то есть на каком-то маленьком транспорте блин вы понимаете в чем фишка что допустим если у меня есть какое-то огромное устройство я создаю маленький истребитель разбираю это огромное устройство сохраняю сначала потом разбираю на этом черную дыру ставлю на это маленький истребитель и улетаю куда-нибудь очень-очень далеко там ставлю ну вот собственно говоря вот так вот ставлю черную дыру наверное не знаю и просто из инвентаря создаю заново этого здорового монстра йоу ребята это очень прикольно и вот такая фишка что вот теперь если я сейчас смогу взлететь если я сейчас смогу взлететь то реально я тогда вообще двигаться перестану по земле ну что ж самолет под завязку забит я боюсь что мне сейчас не хватит мощности взлететь либо тут два варианта либо не хватит мощности взлететь либо будет слишком много скорости и просто блоки упадут так что давайте проверим да нет нет ребятки я я я поднимал он офигеть вот это крутотень ребят медленно скорость так кстати не очень большая да ооо ну извините извините вот с этим я уж точно драться не буду да кстати вот они что-то как-то вот я теперь разогнался под максимум и блоки вроде как так что-то непонятно с ним происходит но они держатся то есть я спокойно как видите кстати давайте все-таки нет давайте я вернусь и опа потеряли блок слишком нельзя нельзя нет 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 давайте сбавим скорость нельзя так такое пике делать потому что блоки начинают выпадать как видите да то есть давайте знаете что посмотрим мне интересно на самом деле да ты серьезно что ли мне интересно что упадет что за монстр сейчас там приземлиться ну кстати такой такое можно было да подраться ну ладно все спокойно а как-то так на пределе да непонятно честно говоря на пределе блоки себя ведут прям вот они падают обратно захватываются то есть они как-то так а черт что происходит ладно я давайте прям сбавлю скорость я не понимаю почему ах что ж такое-то очень тяжело держать устройство не понимаю что с блоками то вроде бы летел нормально было то сейчас как-то они очень тяжело себя ведут я должен долететь я хочу чтобы у меня такой был грузовик со скоростью здесь нужно будет очень аккуратно то есть не очень много скорости чтобы блоки не падали либо нужны склады вентура которые как раз таки могут перевозить на более больших скоростях блоки с них они не падают но как видите они выпадают но тут же подбираются вот что хорошо не знаю почему так произошло но факт того что у меня получилось получилось сделать такой вот грузовой наверное летающий грузовик так я и назову его летающий грузовик это факт что у меня получился и в принципе в теории я наверное буду таким подобным пользоваться эх один потеряли блок ну ладно потери при транспортировке еще блок потеряли черт что-то идет не так еще блок потеряли это хорош слишком большой процент потерь скорость бы вот спидометра нет и я не могу вычислить скорость на которой я могу двигаться да и не терять блоки ну ладно давайте я долечу и мы продолжим в принципе вот за этой горой уже и была моя база теряю очень много блоков теряю блоков так все на приземлении на приземлении все все слишком много блоков теряю но факт того что я что-то привез это факт и это мне нравится серьезно нравится так как мы как производить разгрузку на самом деле здесь либо нужно отдельный какой-то отдельную часть подводить чтобы разгружать блоки либо знаете как мы сделаем вот просто вот так вот вот так вот и то есть вот этим устройством сейчас загрузим все блоки которые нам нужны круто реально круто мне лично тема это очень понравилось то есть прикольно получается его так подо мной по-моему что-то какой-то блок видите он пытается что-то у меня забрать ну ладно так и все и сейчас вроде бы да все отлично крафтим этот предмет хоть его можно было и купить то что я сейчас хочу скрафтить это у нас получается это получается вот этого штуковина но черт возьми сколько же вещей из одной этой вещь ну вот из одного этого устройства сколько вещей мне пришлось проделать и это круто то есть я сделал создал новое новое поистине устройство по крайней мере новое для меня в том плане что я когда-то как-то до этого ни разу почему почему-то ты серьезно ты о боже он крылом зацепился ну ладно не разгоняйся быстренько тебе это не нужно так вот я ни разу до этого не задумывался чтобы сделать такой вот ну какой-то летающий грузовик потому что ну в принципе я спокойно ездил и это было замечательно то есть спокойно передвигался по земле и это было круто но теперь с такой вот довольно-таки проблематичной с таким проблематичным передвижением по земле и как видите вы видели соляная пустыня на каком расстоянии находилась от меня довольно-таки долго я летел обратно при том что еще искал ее еще дальше то теперь как раз-таки летающий транспорт становится очень важным в развитии базы на этом все всем всего удачи и пока до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...